Привет, Россия! Так звучит лучший в мире истребитель пятого поколения. Кто знает, где его собирают? Правильно, а если точнее, в Комсомольске на море. Прекрасный город, еще и ста лет нет, а уже там делают такие самолеты, выпускают корветы и малые ракетные корабли, производят бензин, делают металл, сталь. Инженерная столица Дальнего Востока, без сомнения, расположена в Комсомольске-на-Амуре. И в свое время, 90 лет назад, на берегу Амура высадились тысячи добровольцев-комсомольцев, первостроителей. А кто слышал о Хитагуровском движении? Знаете такое? Слышали. Его начала и инициировала комсомолка Валентина Хитагурова. А почему? Потому что одни юноши были, а все хотели любви, все хотели создавать семьи, рожать детей, закрепляться на берегах Амуры. И вот, благодаря ее призыву, который опубликовала одна из крупнейших газет Советского Союза, тысячи, даже десятки тысяч комсомолок приехали к нам в край. И сегодня их потомки собирают эти самые лучшие истребители. Су-57, звук которого вы слышали, и который мы недавно показывали товарищу Ким Чун Ину, который был на заводе и в Комсомольске. Су-35 истребители, 4++ поколения. А собирают их на заводе, который носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Его внук сегодня, Юрий Кондратчик, среди нас, Юр, встань. А знаете, чем он руководит? Правильно, Хабаровским аэропортом. А кто руководит заводом комсомольским на Амуре имени Юрия Алексеевича Гагарина? Знаете его? Пекарш Александр Иванович, герой труда России, единственный в нашем крае. И мы очень гордимся, Александр Иванович, вами и вашим коллективом. Лично общался с военными, с летчиками, с наземными инженерами, персоналом. Хвалят наши самолеты. Практически вся боевая авиация производится в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Ну и кроме боевой авиации, чем славен Комсомольск-на-Амуре? Суперджет. И Суперджеты сегодня импортозамещенные, полностью уже готовы к выпуску. Уже законтрактованы сотни машин и компании Аэрофлот, и нашей дальневосточной авиакомпанией, Аброры, и Хабаровскими авиалиниями. И скоро он уже будет выпускаться серийно и поставляться компаниям. Первый полет уже прошел в августе этого года. Но ни одним комсомольском славен Хабаровский край. Это молодой город, а старейший город, кто знает, Охотск. Ему 376 лет. Иван Москвитин, Семен Шелковников, русские казаки вышли в свое время, в 17 веке, к берегам Ламского моря. Так тогда называлось Охотское море. И основали первый острожек, маленькую крепость, срубили деревца, сделали поселение. И вот с тех пор Охотск стоит на берегу Охотского моря. Это наш районный центр. Там строится взлетно-посадочная полоса в бетонном исполнении. Благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, который огромные средства направляет на развитие Дальнего Востока и авиации, и посадочных площадок. Ни советская власть, ни ранняя российская власть этого не сделали. А при президенте Путине мы заложили в 2022 году и закончим в следующем году первую бетонную взлетно-посадочную полосу в Охотске. И вы сможете сюда приехать. Кто на работу на Путину, кто посмотреть туристические объекты, кто может быть просто прогуляться и позаниматься экстремальным туризмом. Но что манило наших казаков? Золото, пушнина. Тогда ее знаете, как называли? Рухлить. Пушнину, так звали. Рыба. Ну и, конечно, таинственный океан. И вот оказалось, что открытие именно океана сегодня для нас самое главное в тех достижениях наших первооткрывателей. И сегодня Россия разворачивается на восток. Потоки товаров, потоки людей направляются из европейских маршрутов на восток. И мы это на себе чувствуем, экономика это на себе чувствует. Как дальше развивался Хабаровский край? Через практически 200 лет по указанию императора Николая I, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев поставил задачу своим казакам и военным. И в том числе капитану Геннадию Ивановичу Невельскому разведать всю нижнюю часть Амура, посмотреть, что там. Итак, Геннадий Иванович Невельской в 1850 году основал Николаевский пост в честь императора Николая I, он его назвал и поднял русский флаг. Какой флаг тогда он поднял, вы знаете? Андреевский, русский военно-морской флаг. И за это практически был наказан. Но император Николай I, он был очень мудрый человек, и на все нападки за то, что он слишком далеко зашел, капитан Невельской сказал известную фразу, которую сегодня знают все. Где раз русский флаг поднят, спускаться больше никогда не должен. Это про Николаевск на Амуре. Сегодня это город, который мы очень любим. Он внизу их, в нижнем течении Амура. Там есть порт, развитые очень разные виды промышленности. В основном горнодобывающее, конечно, дело. Ну и вот так он появился. Ну а Геннадий Иванович Невельской получил адмирала. Николай Николаевич чуть позже, по его указанию, когда был основан Хабаровск, получил титул графа. Ну и так зажила у нас Хабаровская земля. Ну вот о Хабаровске, если говорить, это крупнейший сегодня город на востоке нашей страны. Это не мои фантазии, это Росстат, который подсчитывает людей. В Хабаровске 620 тысяч, во Владивостоке 610 тысяч. Вот, мы растем, каждый год прирастаем людьми. Владивосток тоже растет, и вместе мы конкурируя делаемся сильнее. Только в конкуренции можно вырасти, и это важно понимать, особенно вам, молодым людям. Ну кто знает, кто основал Хабаровск? Хабаров, слышу, еще тут Диченко, да? Правильно, ну видно, сразу, не молодежь. Уже все книги вы прочитали. Конечно. Капитан, командир 13-го сибирского линейного батальона, по указанию Николая Николаевича Муравьева, основал пост Хабаровску, которая впоследствии быстро начала расти и разрослась до крупнейшего города на востоке нашей страны. Хабаровск, город воинской славы, как раз недавно он отмечал присвоение президентом России этого звания, 11 лет назад это произошло. Ну и, вообще говоря, военные успехи России с Хабаровским краем и Хабаровском связаны очень крепко. Хабаровск, город воинской славы, Комсомольск на Амуре, город трудовой доблести. Я вот не сказал вам, но каждый второй бомбардировщик Л-4 во время Великой Отечественной войны производился в Комсомольске на Амуре, в самом молодом городе на востоке тогда нашей страны. Так вот, 9 мая, святой для нас всех день, с детства мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне, ну а на Дальнем Востоке особую окраску приобретает 3 сентября, День Победы над милитаристской Японией и День окончания Второй мировой войны. Почему? Потому что маршал Василевский, главком советских войск, именно из Хабаровска спланировал и командовал Маньчжурской наступательной операцией и разгромил на голову за 3 недели миллионную армию японцев. Именно тогда стали известны военные преступления японских военных, ну и, к сожалению, из-за маршала Дугласа Макартура, который в Токио всеми силами выгораживал американский маршал японских преступников, и многие из них избежали ответственности. Некоторые уехали в США производить химическое и биологическое оружие, некоторые доживали свой век спокойненько на дачах. Вот из-за того, что в Токио американцы не дали осудить зверских японских военных преступников, в Хабаровске в 1949 году прошел Хабаровский процесс, который стоит в одном ряду с Нюрнбергским, где была осуждена вся нацистская клика Германии, Токийским, где частично были осуждены японские военные преступники. И вот в Хабаровске была поставлена точка во Второй мировой войне. Были осуждены японские военные преступники. Если вы к нам приедете, вы можете увидеть здание, оно до сих пор стоит. Недавно мы его отреставрировали. Это окружной дом офицеров. Мы говорим, нам есть чем гордиться. И гордимся мы не только нашими предприятиями, нашей историей. Конечно, мы в первую очередь гордимся нашими людьми. Но люди-то у нас живут на огромной территории. Хабаровский край третий по площади в России. 388 тысяч квадратных километров. Разделен на 17 районов. Два крупных города. Это Хабаровско-Комсомольск-на-Амуре. Живет у нас миллион триста человек. Ну и мы понимаем, что вот север, самая Охотска, там у нас чуть-чуть мы не дотягиваем до полярного крупа. А на юге, в бикини, у нас на одной широте с Ростовом-на-Дону выращивают прекрасные арбузы. Очень вкусные, сладкие. Представляете, какой он разный, наш край. Ну и, судя по названиям городов, вы уже поняли, что многие города стоят на Амуре. Амур-батюшка. Огромная река. Четвертая в России, десятая в мире. 4,5 тысячи километров. Протекает по территории трех стран. Китай, Монголия, Россия. Часть границы с Китаем проходят у нас по реке. В нем, в Амуре, обитает больше 150 эндемиков. То есть рыб, которые больше нигде не водятся. Кто-нибудь когда ел, когда-нибудь ел желтощеком? Ну, видно, хабаровчи они, наши люди, ели. Недавно из Красной книги его вывели, его много расплодилось. Так вот, из более 150 видов рыб, для справки, в Волге 80, в Енисеи 60. Только 9 лососевых. Это очень ценная рыба, и поэтому ее лов регулируется государством. И путина, и ход рыбы на нерест лососевых у нас проходит летом и осенью. И для многих это будет, наверное, откровением, что вот красная рыба заходит в Амур и нерестится в маленьких речках и притоках нашей великой реки, и откладывает там икру, и потом уходит через Охотское море к берегам. И Новой Зеландии, я вижу, тут рыбаки наши есть, они не дадут соврать. И Австралии там нагуливаются и приходят в Амур, где ее ловят, заготавливают и продают, соответственно, на рынке и внутрироссийском, и за рубеж. На Амуре, в 60 километрах от нашего столичного города, расположено уникальное место. Петроглев и Сикача-Ляна. Слышали о таких? Им 14 тысяч мест. Огромные базальтовые валуны, их больше 200. На них изображены разные рисунки, в том числе мамонты. Можно сказать, что блогер, эко-блогер, 14 тысяч лет назад нанес это изображение, запечатлел, так сказать, мамонта. Для сравнения, пирамиды в Гизе всего 4,5 тысячи лет в Египте. А у нас люди жили, занимались творчеством, фиксировали то, что они видят вокруг, природу, животных, уже 14 тысяч лет назад. Но, надо сказать, мамонт не самое большое животное. Вы знаете, какое самое большое животное? Кит. Вот я слышу. Правильно. А где они живут? Правильно. В Хабаровском крае, в Охотском море, гренландские киты рожают, потомство, его кормят, выхаживают, а потом уже отправляются по всему миру в путешествие. Поэтому Шантарские острова, как это ни удивительно, родина гренландских китов, самых больших млекопитающих на планете Земля. И вы можете их увидеть, если прилетите к нам. Очень красивые места, труднодоступные. Вот. Но в любом случае мы говорим из-за этого, что Хабаровский край – это родина китов и самолетов. Вот. Но, однако, кроме промышленности, кроме природы, кроме наших героев, первопроходцев, сегодня особое значение приобретают, как я уже упомянул, поворот на восток. Бан. Кто-нибудь слышал про Бан? Слышали. А кто по Бану проезжал? Есть руки. А кто по Бану доезжал до конечной точки? Правильно. Конечная точка – это порты Ванина и Советская гавань в Хабаровском крае. Всего Бан от Тайшета в Иркутской области до Советской гавани имеет протяженность 4324 километра. Из них больше 1500 километров – это Хабаровский край. Поэтому мы всегда говорим «Бан», подразумеваем Хабаровский край. Треть его протяжения. И, конечно, порты Бана – это наши регионы. Мы этим очень гордимся. Ванина и Советская гавань у нас незамерзающие порты. Порты с выходом в Азиатско-Техоокеанский регион, к новым рынкам. Один из центров развития и железных дорог, и города там, и порты. Все это у нас поворачивает сегодня в сторону востока. Но мы это начали раньше. Не тогда, когда все начали, так сказать, осознавать, что пора, пора, Европа закрывается. Нет, намного раньше. Я благодарен нашим инвесторам. Многие здесь в зале, я вижу, лица знакомые. Это крупнейшие предприятия по отгрузке. Сначала по добыче, потом по транспортировке, потом по перевалке, а потом по отгрузке уже на зарубежной рынке угля. Это компании Ванино-Трансуголь, это компания Даль-Трансуголь, это Ванинский морской торговый порт, это другие, не очень, может быть, масштабные, но очень важные для экономики порты, я имею в виду, проекты в портах Ванино и Советской гавани. Но мы не стоим на месте. С 2008 года у нас по БАМу везли 8 миллионов тонн грузов, а в прошлом году перевезли 42 миллиона тонн грузов. А благодаря инвестпрограмме российских железных дорог и решениям президента России Владимира Владимировича Путина по БАМу через два года повезут уже больше 80 миллионов тонн грузов. Это очень важно, это большие деньги, это рабочие места, инвестиции. Все предприятия современные, экологически чистые, промышленно-безопасные. И мы нашими портовиками, железнодорожниками гордимся. Но есть и один проект, который вот на экране. Это проект уникальный. Строительство порта Эльга на берегу Охотского моря Тихоокеанской железной дороги идет полным ходом. От момента принятия решения инвесторами и нами, как властью, до сегодняшнего дня прошло всего два года. Чуть больше двух лет. За это время частная Тихоокеанская железная дорога протяженностью 500 километров построена больше, чем наполовину. Темпы, конечно, потрясают и, конечно, превышают в разы даже комсомольские и военные времен прошлого века. Что даст эта дорога? Она даст выход к тем самым азиатским, тихоокеанским рынкам для угольщиков Якутии. Компания LC добывает на месторождении Эльга один из самых хороших углей, качественных. И будет его транспортировать на восток, на рынке в Китай, в Корею, в Индонезию, я думаю, в Малайзию и в Индию. Спрос огромный. И вот через где-то полтора года первые балкеры у нас, мы рассчитываем, что проект идет с опережением, смогут уже загрузиться в Хабаровском крае, в созданном с нуля порту, в который пойдет Тихоокеанская железная дорога, которая за три года построена с нуля в непроходимой тайге с месторождения Эльга. Я поэтому хочу сказать, вот привести цитату президента, Владимир Владимирович Путин на веб сказал, «Тихоокеанская дорога позволит задействовать ресурсы Якутии и северо-хабаровского края и обеспечить прямой выход на рынки АТР. Если бы ее не было, пришлось бы нам везти груз через Банк, Комсомольск, Хабаровск или в порты Приморья, или в наши как раз Ваненские порты». А так, коротко, раз и на берегу, и уже на корабли, на суда точнее. Мощность 30 миллионов тонн. Гордимся мы не только нашей историей, самолетами, железными дорогами, портами и природой. Давайте заглянем в будущее. Мы гордимся нашими ребятами и девушками, школьниками, студентами. По качеству образования Хабаровский край занимает первое место в ДФО, пятое место в России. И по количеству победителей и призеров финальных соревнований Всероссийских Олимпиад мы превзошли свой же рекорд прошлого года. А 100 бальников у нас 49 тоже превзошли прошлогодние ресурсы. За это огромное спасибо нашим педагогам, нашим ребятам, которые тянутся к знанию, хотят быть лучше, хотят быть умнее, хотят представлять родной край и Дальний Восток на всех уровнях. И мы ими гордимся. Мы, кстати, платим стипендию, так мы ее назвали в честь генерал-губернатора Градыков, Николай Иванович. 100 тысяч 100 бальникам, 50 тысяч 95 бальникам, и уже третий год мы платим нашим ребятам. Просто на любые расходы, ничем мы не ограничиваем наших звездочек. В Хабаровске учатся больше 43 тысяч студентов из 50 регионов и 21 страны мира. Можете себе представить? Поэтому те, кто у нас не учатся, приезжайте, мы вас ждем. Вот чтобы наши студенты оставались в Хабаровске, места рабочих у нас полно, они высокооплачиваемые. И ждут наших ребят, должна быть среда. Надо, чтобы было куда сходить, что посмотреть, чтобы долетели они в комфорте в отпуск, прокатились на горных лыжах, прокатились летом по Амуру батюшке, съездили на турбазу с друзьями или в глэмпинг, сходили в поход. Мы разработали по поручению президента мастер-планы Хабаровска, Комсомольска на Амуре, два крупнейших нашего города, и создаем благодаря решениям Владимира Владимировича Путина, за что им огромное спасибо, и его поручения подписаны по Хабаровску буквально на днях. Давайте его поблагодарим за это. Спасибо Путину за это. Мы построим самую длинную набережную, но не важно, длинная она, короткая, главное, что она будет. Можно будет погулять, покататься на роликах, на велосипедах. Построим новое здание Дальневосточного художественного музея. Здесь Наталья Толстая, кстати, родственница Наталья, можно вас я представить? Родственница Льва Николаевича Толстого. Известный искусствовед, она возглавила этот проект, наш музей Дальневосточный художественный. Построим кампус, построим новые креативные пространства для наших ребят. Ну вот студию Мечтолет, вы, наверное, уже слышали, видели, наверное, да, на нашем студии? Можно будет снимать мультики, можно будет создавать интересные анимационные ролики, можно будет снимать художественные фильмы. Мы в ГИК-филиал открываем через полтора года по поручению президента. Уже здание на набережной Амура подготовили. То есть можно будет выучиться на определенные специальности во Всероссийском государственном институте культуры, в Хабаровске, не выезжая из города. Вот мастер-план. Мы его создали не просто так, потому что мы такие все умные, все знаем, все умеем, а потому что мы опирались на людей, на мнения хабаровчан. На первом этапе собрали 7 тысяч предложений, проанализировали 70 тысяч сообщений в соцсетях, много гневных, люди у нас, за словом, в карман не лезут, если чем-то недовольны, это нормально. На финальном этапе еще 2 тысячи предложений, можно сказать, что все хабаровчане стали авторами нашего мастер-плана Хабаровска, и мы приступаем уже в этом году к его реализации. Всего к 30-му году мы вложим в этот проект 850 миллиардов. Большинство средств частные, не надо пугаться, а то там некоторые журналисты начали думать, где мы возьмем столько бюджетных средств. Нет, это посчитаны все деньги и частных инвесторов, и концессионные соглашения наши банкиры будут участвовать, и государственные прямые инвестиции, всего. Комсомольск на море, но мы тоже Комсомольск не забудем. Все предложения собраны с гаража, тоже в 2 этапа, можно сказать, его авторами тоже стали комсомольчане, жители города юности, как его называют, в память о тех комсомольцах, первостроителях. Создадим там досуговый центр на набережной, саму набережную достроим. Она в некоторое время пребывала у нас на паузе. Парк экстремальных видов спорта, в комсомольский мастер-план входит. Зооцентр, стихот и оленя. Ну и, конечно, будем опираться на опорные базовые отрасли. Это авиастроение и судостроение, это нефтепереработка, это металлургия, конечно, производство стройматериалов. Кроме таких вот строительных крупных проектов развиваются и горно-рудное дело. Вот этот проект я специально решил вам показать. Это проект «Рекордсмен». Больше в России горно-обогатительных комбинатов у нас не строится и, не знаю, позже ли построено. Это Молнышеский ГОК, который стоит на огромном месторождении медно-парфировых руд с запасом 2,5 миллиарда тонн руды. То есть вот эти 2,5 миллиарда тонн руды он за период своей жизни переработает и получит 8,5 миллион тонн меди и 350 тонн золота. Ну вот жизненный цикл этого крупного предприятия. Там 2500 рабочих мест создается. Часть ребят уже учится на наших площадках в среднеспециальных учебных заведениях, в высших учебных заведениях. Места все высокооплачиваемые, высокотехнологичные. Кто-то может, хочет поехать поработать? Есть желающие? Вижу, вижу, молодые люди. Вы не хотите? Ну ладно. Ну в общем, мы вас ждем. Прекрасное предприятие недалеко от города Хабаровска. Ну и как Владимир Владимирович Путин говорит, наш президент, Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь 21 век. И мы с этого, сказал президент вот последний раз, сходить не будем. Рассказывать можно бесконечно. Общее представление, я думаю, я вам создал. Край большой, богатый, с прекрасными, творческими. И как Владимир Владимирович сказал в свое время, в 2020 году, мне на встрече, с очень деятельными людьми. Вот в Хабаровском крае очень деятельные люди. У нас малый бизнес, 30% доходной части бюджета формирует. Представляете? Люди что-то делают. Производят, заготавливают, покупают, продают, строят. И вот такие у нас люди. Поэтому я не буду дальше, вы знаете, я могу бесконечно рассказывать. Я вас хочу пригласить на наш павильон, посмотрите туристический наш потенциал. Школу анимации можете посетить. На любую эти милости уже просим к нам. В Хабаровский край. Кстати, благодаря решениям президента, а он сказал, сшивать страну, помните, когда давало указание аэрофлоту, министерству транспорта. Сшивать надо страну, сшивать Россию. Долететь в Хабаровск можно по плоскому тарифу. Знаете, за сколько? 18 тысяч рублей. На всякий случай 7 тысяч километров, 8 тысяч полет. 8 часов полет. Подешевле, чем во многие города, тут вокруг Москвы можно полететь. К нам, в Хабаровск. В любое время года, зимой, ждем вас на лыжной стреле. Это уникальный такой проект. Можно съездить на горнолыжный комплекс Халдамин под Комсомольском, прокатиться с этого года на горнолыжке Хехцир под Хабаровском. Мы ее запускаем в декабре. И вот такая маятниковая история называется «Лыжная стрела на поезде». Кстати, президент дал поручение подготовиться по скоростному сообщению, да, Мария Юрьевна, между Хабаровском и Комсомольском. Дал поручение не нам, мы-то не железнодорожники, транспортникам, железнодорожникам. Вот. Дальше. Каждый сезон, весна, лето, осень, зима. Это Амурфест, где наши предприниматели доставляют все свои вещи, которые они делают, все, что они предлагают людям, типа такой ярмарки. Очень интересно. Я вас зову, приглашаю. Можете успеть попасть в сказку в этом году. Плюс на Новый год, на главной площади Хабаровска будет грандиозное, я вас уверяю, оформление. Лучше, чем в прошлом году, кто видел. И вы можете точно, с уверенность сказать. Будет не хуже, чем в Москве. В Хабаровске прилетайте к нам на Новый год. Чуть прохладнее. Чуть прохладнее, говорю честно. В прошлом году, 1 января, в 10 утра мы встретились с людьми, вот, прокатились. Здесь был так ветерок, но ничего, ничего. Мы, дальневосточники, не боимся холодов. Амурский вул навесной. Это военные оркестры, классный фестиваль, по главной улице города, шествия, карнавал, но очень красиво. Приезжайте. Летом любители рока, рок над Амуром, пожалуйста, приезжают и монстры рока, и молодые коллективы, дальневосточные. В этом году Сибирь подключилась, Красноярский край. Кстати, они и победили. Теперь за наш счет мы их продвигаем. Но фестиваль стал всероссийским. Арсений Флайв, культурное шоу, тоже в Хабаровске, осенью на главной площади. Очень интересно. Посмотрите 3D-напид-шоу на здании правительства края, на Белом доме. Такие потрясающие фильмы мы показывали. Вообще очень интересно. Очень советую. Ждем в любое время. Молодежь России, выбирай Хабаровский край! И я желаю всем нам веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и Хабаровскому краю это то, что нас объединяет. Милости просим. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok